Приветствую вас, разящие мамонты! И тебе привет, Гемуля Черносвитов! Наконец-то я понял, что за вызов ты мне сделал. Если вы не знали, а вы наверняка не знали, чемпион России по тэквондо, черный пояс по хапкидо, основатель ханмуи, бросил мне, трещу, который про спорт знал только из физкультуры в школе, вызов на бой. Поэтому я вызываю Виталия Варченко на бой. И тебе время, неделя, на то, чтобы со мной связаться. Ну, начнем все по порядку. Во-первых, Гемуля, ты дурачок? Если ты бросаешь мне вызов, то нужно хотя бы об этом уведомить меня, сбросить ссылку на твой вызов или под видео в ютубе, или в личных сообщениях, для того, чтобы я хоть узнал, что ты вызываешь меня на бой. Тем более, что ты ставишь сроки какие-то для ответа. Ты вылаживаешь свое видео на своем гамно-канале, который смотрят несколько тысяч человек, и ты думаешь, что я слежу за ним, или что, что я узнаю об этом видео. Хорошо, что у тебя есть лучшие подписчики, которых больше нет нигде, и они сразу в комментах начали мне писать, Черносвита вызвал тебя на бой. Я думаю, кого он вызвал? Куда ты вызвал? Может, в каком-то очередном своем стриме что-то ляпнул, как обычно. Но эти стримы по часу никто не смотрит. Люди занятые, и у них нет времени смотреть твои четырехчасовые видео-бредни. Поэтому уведомляй. И только потом люди уже пишут, он тебе сделал видео-вызов. Ёптель-моптель, думаю, посмотрел. Зашел на канал, увидел этот видео-вызов. Кстати, спасибо тебе, что он хоть был не час, и я смог посмотреть от начала до конца. Вот ты, Димуля, говоришь, что все мои видео, все это ложь было про тебя. Так в чем ложь? Я вообще не понимаю. В том, что ты называл всех спортсменов, обобщая их умственно отсталыми и малоразвитыми, включая Тайсона, включая Мухаммеда Али, Пакьяо, Хабиба Нурмагомедова, Федора Емельяненко. Это все спортсмены. Ты всех назвал умственно отсталыми. Так это вот. Вы имеете в виду спортсменов, да? Спортсмен – существо низкомолекулярное. То есть, по моему мнению, спортсмены – это люди, которые не имеют достаточно развитого интеллекта, да, для того, чтобы вообще что-то в этой жизни значить. Уровень ММАшников очень средний. Почему? Потому что они застревают в том самом детстве, в нашем детстве, да, когда они только пришли и более-менее наболотыкались немножко дрыгать ногами, да, и махать руками. То, что ты рассказываешь, что ты преисполнился энергией и стал почти, получил это в дар и стал как бог, так это вот. И когда энергия пробуждается, ты потом уже не можешь открутить назад. То есть, это абсолютно совершенно дорога в один конец. То есть, нет такого, что ты тренируешься, у тебя больше энергии. Не тренируешься, у тебя меньше энергии. Когда я к этому пришел, это было независимо от меня, это нужно было просто проделывать определенные упражнения. Боевое искусство как раз это именно получается достижение вот этого самого состояния, ну, наверное, какого-то, блин, чуть не сказал, высшего разума. Вот это ощущение, когда ты можешь в себе это использовать. То есть, ты получаешь это когда... То, что ты назвал свою ханмую старорусским направлением дворянских каких-то традиций, которые ты выучил у корейского мастера, так эту бредятину ты сам написал. Причем у себя вконтакте написал, что это уникальный русский стиль боевого искусства, принадлежавший древнему русскому дворянству, созданный русским учеником корейского мастера. Мужики, давайте вдумаемся в эти слова еще раз. Древний русский стиль, принадлежавший русскому дворянству, был изучен у корейского мастера. А то, что ты с белого пояса съездим на одну недельку на All Inclusive в Корею и потратив 300 евро вернулся оттуда черным поясом, так об этом есть целая статья, уже давно написана, причем написана не мной, а написана официальными представителями Хапкидо. И ссылку на эту статью я прикреплю в описании под этим видео. «Как ты за неделю с белого стал черным поясом», о своих регалиях, о которых так рассказывают мне в комментах твои подписчики. Вот они все твои регалии. Поэтому на что ты обижаешься, я не знаю, там, клепаешь два видео по часу про меня. Это, бля, вообще дикость. Ну ладно, поехали дальше. То, что ты называешь всех моих зрителей, все мои сотни тысяч подписчиков и зрителей быдлом необразованным, потому что они смотрят мои видео, а не высокоинтеллектуальными, настоящими профессионалами, ценителями боевых искусств, как твоих пару тысяч зрителей. Твои видео набирают пару тысяч, их никто не смотрит. Ну, понятно, что там есть толковые люди, и они тоже смотрят и мои видео, и твои видео. Но называть всех подписчиков моих и моих зрителей в число, которые входят и твои же, ты же унижаешь своих же подписчиков быдлом, ну, за это ты, парень, точно ответишь. Ну и теперь по делу. Переходим к самому твоему вызову. Я, конечно, хоть и далек от единоборств, но с удовольствием принимаю твой вызов. Вот только вызов твой похож не на вызов, а на гомняные понты. Поскольку я оскорбленная сторона, то Варченко из своих Черкас приезжает сюда в Чехию, где-то в районе сентября. Ты, сидя у себя на кухне возле туалета, кричишь, приезжай ко мне в Чехию, мы будем драться на заднем дворе. В своем видео ты ни слова не говоришь о финансах, о поездке, о том, как пройти эту границу, о том, куда ехать, где тебя искать, про зал, про аренды какие-то. Ты вообще не говоришь ни слова. Ты сидишь с деловитой мордой и рассказываешь, приезжай. Прекрасно понимаешь, что ни один адекватный человек не будет бросать работу, бросать семью, тратить сотни евро, если не тысячи, для того, чтобы купить билет, прилететь непонятно куда. Да, для того, чтобы надавать тебе поджопников на заднем дворе. Ты прекрасно это понимаешь и с умной мордой делаешь понты перед своими подписчиками, что ты делаешь вызов на бой. Это не вызов на бой. Ты так можешь вызвать на бой Макгрегора и Хабиба, сидя у себя на кухне рассказывать. Так, пацаны, Хабиб, кто ты такой? Приезжай ко мне на кухню, мы будем драться. А потом будешь всем рассказывать, что он зассал и не приехал к Черносвитову на бой. Ты нахер никому не надо, чудила. Ну а теперь чуть-чуть по делу. В отличие от тебя, я сделаю тебе вызов на бой правильный, правильный. И это видео размещу у тебя в комментах, под твоими комментами. Пока ты просто трусил, я связался с промоушеном, который находится в Киеве. И ребята дали предварительное согласие на то, чтобы оплатить тебе проезд. И оплатить даже какой-то гонорар, для того, чтобы ты смог снять жилье там и перекусить перед и после боя. Но бой однозначно должен проходить на каком-то или промоушене, или быть организован. Это не будет драка, блядь, в Чехии на кухне твоей сраной квартиры. Почему? Потому что если вдруг чисто случайно, делая невероятный удар ногой, ты навернешься и разобьешь свою башку, я, украинец, в Чехии полицейским потом не объясню, что этот дебил вызвал меня на бой, а я, как второй дебил, поехал в другую страну, чтобы надавать ему поджопникам. Или у тебя сломается нос, или ты, конечно же, своим энергетическим ударом остановишь мне сердце. Тебя посадят за это. Ты чуть-чуть башкой соображай, включай голову. Бой должен проходить на официальном каком-то или промоушене, или это будет зал какой-то, где будет врач, который сможет оказать помощь, чтобы не было потом никаких вопросов, чтобы никто потом не смог написать заяву, в том числе и ты, после того, как тебя обидят и не купят страховку. Ведь ты же обиженная сторона, как ты сам сказал. Ну а если как делается, то условия боя должен ставить тот, кому бросили этот вызов, а не тот, кто бросает вызов. По правилам я согласен. Конечно, партер это не мое, но пускай будет так. Ты все-таки хапкидист. Если ты боишься ехать в Киев, можешь там рассказать, что там понятно, все это Киев, это Украина, это ближе ко мне. Причем я тебя не зову к себе на кухню драться. Я тебе предлагаю нейтральный город, это Киев. И ты прекрасно знаешь, что с Украиной и с Россией поехать сейчас в Европу очень проблематично. Нужны вакцинации, кучу справок. Ты должен предоставить, где ты будешь жить, сколько ты будешь жить, показать деньги, что у тебя есть, что ты не собираешься эмигрировать. Ты это все прекрасно знаешь и делаешь этот чес вызова. С Европы приехать в Украину или в Россию ей проще, гораздо. Поэтому тебе это сделать проще. Тем более, что твои подписчики уже активизировались и собирают там деньги на билет. Зачем собирать деньги Диме и отдавать их мне на билет в Чехию? Они не спасут все равно пройти границу. Если проще отдать их тебе, и ты сам сможешь приехать. Если ты боишься ехать в Киев, есть второй вариант. Это сделать бой в России, в любом городе. Можно не в Москве, там дорого, да. Но я думаю, предлагали и боевых ботаников. Они помогут организовать зал. Им можно снять любой зал, найти какой-то промоушен в России. Тот же самый, их там куча. Если ты боишься ехать в Россию, так как там у тебя очень много недоброжелателей, пол ютуба про тебя делают видео, мы можем сделать третий вариант. Это поехать в Турцию. Вообще в Турцию поехать и для украинцев, и для россиян без проблем. Мы можем поехать в Аланию. Там есть хороший зал, я знаю, там есть зал с рингом, где можно устроить этот бой. Вообще нейтральная территория. Это Турция. Поэтому, Дима, я тебе предложил три реальных варианта, а не твой гомняный вызов на бой к себе на кухню, на задний двор. Куда ты будешь вызывать Тайсона, и который, конечно же, не приедет. И ты потом можешь смело всем рассказывать, какой ты чемпион, и тебя боится полмира. Поэтому давай, думай, дружище. Даю тебе четыре дня. Только ответ оставь мне под видео этим, под комментарием, который я закрепил, а не под какими-то непонятными комментариями, как ты делаешь. Я понимаю, что у тебя на канале 15 комментариев под видео оставляют, и ты перечитываешь их по три раза. Но под видео с тобой, которое я делал, было оставлено 2300 комментов. Ты реально думаешь, что я все их читаю, и могу там найти твой коммент, который ты просто бросил? Если ты хочешь, чтобы я прочитал твой коммент, его нужно оставлять под комментом, который я закрепил. Он самый первый от меня. Это тебе на будущее. Так как, думаю, вызова у тебя еще будет в жизни немало. Всегда сразу понятно, кто превалирует, кто лучше подготовлен, и кто явно победит в этом бою. Мы достаточно быстро с тобой все это выясним. Я думаю, в течение одной-двух минут. Субтитры сделал DimaTorzok